Ты не переживай, ты, кстати, находишься на канале Бородачи ТВ. Отлично. Здесь принято быть немножко расслабленным, и все у нас поедется. Так, ну а я всех рад приветствовать, это канал Бородачи ТВ. У нас сегодня в гостях Дарья Красильникова. На сегодняшний момент она является преподавателем начальных классов. И я специально ее пригласил для того, чтобы узнать, что это за человек. Вообще, я молодая девушка, которая учит детей, ведет уроки, старается как-то разнообразить свою жизнь. Я хожу в кино, я гуляю, я езжу в различные места, общаюсь с друзьями, активно провожу время, шью, занимаюсь маникюром. Достаточно активный человек. То есть, 24 года у тебя такой набор, да? То есть, набор золушки, я бы сказал бы. Ну, вообще, да. К 24 годам, мне кажется, это вполне достаточно. То есть, отчим должна обладать современная девушка, вот такими навыками? Я считаю, что да. В настоящее время активная девушка должна уметь сама себе заработать на жизнь, должна уметь себя обеспечивать, ну и как должна хоть что-то уже увидеть, что-то попробовать в своей жизни. Я понял. Слушай, а как ты вообще пришла к тому, что ты хочешь стать именно преподавателем? Я так просто вкратце знаю, да, что у тебя были такие определенные качели в твоей жизни, то ты участвовала в джазовом симфоническом... В джазовом ансамбле, да, есть в учебном орхестре. Да, да, да. И также ты хотела еще стать психологом, да? И в итоге ты стала не тем и не тем, а стала преподавателем начальных классов. Но дело все в том, что в 11 классе и в 10 школе практикуется день дублера на день учителя, когда ученики и старшеклассники могут заменить учителей. Я воспользоваться этой возможностью пришла и заменила свою учительницу, первую учительницу начальных классов. Я попробовала, провела уроки и поняла, что, да, вот это то, это мое, мне интересно, это все увлекательно. Подожди, заменила ты кого? Именно в своем классе или у младших классов? Нет, у младших классов заменила. Там был второй класс, в этом втором классе училась моя младшая сестра. Я провела у них 4 урока, все по расписанию. Мне очень понравилось. Я решила, что, да, действительно интересно, это будет очень-очень интересная работа. Ты мне расскажи про качели свои, вот... А про качели? Да, да. То есть вот у тебя было желание стать психологом, да? Ну, собственно, да, с 5 по 9 класс. Я очень хотела быть психологом, но всегда вот есть такой период, когда очень-очень большой спрос сначала на какую-то профессию, все идут учиться, потом, когда очень много специалистов, получается, что люди сидят без работы. Собственно, когда я заканчивала 9 класс, такая история произошла с психологами, было очень много. Нашлась, конечно, мамина знакомая, которая тоже психолог, сидит без работы. Ну, мама наставила на путь истины, что, ну, ты получи профессию, которая будет тебя кормить, а вторую получай, будь психологом, если действительно интересно. Пал выбор на бухгалтерию, на экономический вуз. Потом уже в ходе каких-то размышлений мы выбрали университет МЧС, поскольку тем более в городе есть целевые направления, можно было поступить в институт и вернуться в город работать. Там же была специальность психолога, то есть, в принципе, пазл складывался. Можно было получить и нормальную специальность, на которую можно заработать, ну, и, собственно, и выучиться на психолога. Но вот потом, в 11 классе, все поменялось после этого дня учителя. Ну, и вот, собственно говоря, поступила я, конечно, все равно не на учителя. Взяла целевое направление от города, чтобы поступить в Герцена, институт в Питере. Взяла его, подала документы, сидела, ждала этого часа и в списках себя не нашла. Хотя там гарантия стопроцентная, поступление, все, тем не менее, нет. Было очень много бюджетников, я не прошла. Что ты испытала в тот момент? На самом деле было прям очень тяжело. Я очень сильно переживала, да, потому что я очень сильно хотела. Я делала все ставки, у меня же там все было, я уже там горела желанием. Какой, вот смотри, у тебя не получилось, у тебя какой вот сразу, ну, вывод вообще родился из-за того, что у тебя не получилось? Какой ты вывод сделала? Что было дальше? Я вообще сделала вывод, что, наверное, это не мое. Мне показалось, что, ну, наверное, не судьба, наверное, надо как-то что-то сделать по-другому и что-то выбрать в другое какое-то направление. И я осталась в городе ВУЗе, который был у нас Государственный экономический университет, сервис экономики он тогда был. Я осталась здесь, потому что у меня было здесь бюджетное место, и здесь была неплохая специальная сервис. Собственно говоря, сейчас уже спустя столько времени я ни капли не жалею, поскольку имею техническое образование. Ну и на самом деле, если вернуть время вспять, я думаю, что я поступила бы точно так же, поскольку то, что я имею сейчас, я, в принципе, этим очень довольна. А если бы у меня тогда что-то сложилось по-другому, я не думаю, что было бы сейчас так все. Слушай, а что с джазовым оркестом? Что не получилось? Почему? Что не так пошло? Да, собственно, я закончила музыкальную школу, и после окончания меня пригласили играть в оркестре. Я была концертмейстером, выступала. Это музыкальная школа Балтика у нас там замечательная. И выступала? Выступала в городе, в Санкт-Петербурге, в Выборг мы ездили, по области тоже ездили, постоянно выступали. Александра Белякова-то знаешь? Да, да, все это тоже знаю. Хороший друг, и ребенком его обучают игре на баяне. Да, ну вот у нас дирижер симфонического оркестра, это Леонид Алексеевич Зеленковский, я учился у его жены по классу фортепиано, у Маргариты Александровны. Ну и вот он, собственно, организовал наш джазовый ансамбль, был джазовый ансамбль, джази-твист, мы ездили везде выступали. Как назывался? Ансамбль? Джази-твист. Джази-твист, да? Да, сами придумали название, все. Была достаточно активная у нас концертная деятельность, много где мы выступали, город представляли на всяких мероприятиях. Ну а потом все ребята были старше меня, кто у него занимался, у всех началась университетская жизнь, и им стало как бы уже не до этого. Я осталась здесь одна, и мне когда было приезжать, потом у меня охватила эта институтская вся жизнь, ну, потом просто стало не до этого. Хорошо, смотри, институт закончился у всех. Да. Почему больше не стали собираться? Потому что у всех стали появляться семьи и другие заботы. Вот оно как, понятно. То есть получается, со семьи, да? Семья, работа, очень много других забот, и совсем нет времени до этого. Совсем. Ну, не хватает ребятам, это вполне понятно. Вместо нас сейчас играют другие дети. Конкурент. Я выступаю, да, у них, по-моему, примерно такое же название. Там играет моя младшая сестра, так что, в принципе, у нас смена поколений произошла, что в оркестре, что в ансамбле, так что, в принципе, я наблюдаю за всем этим. Выступаю периодически, поэтому... Как ты написала, что ты занимаешься, или, точнее, занималась бальными танцами? Был тоже такой опыт. И что? Дело в том, что, когда мне было пять лет, я очень сильно хотела заниматься и танцами, и музыкой, и всем на свете было столько всего интересного. Мама отвела меня на занятия, это восьмой школе, когда проходила у нас занятия, там была ритмика, было пение. Я ходила, мне так сильно нравилось. Потом появилась музыка, и получала все совмещать. Я ходила на музыку, ходила на танцы, и все. Но когда начался первый класс, было вот, ну, просто очень сложно. И так ты ходишь в школу, у тебя в школе очень много уроков. С непривычки, ты после детского сада приходишь, тут еще танцы, и тут музыка. Пришло время выбрать, чем хочется больше заниматься. Я тогда выбрала музыку, но маме какое-то обещание дала, что вот я обязательно потом попробую заняться танцами. Есть у нас школа бальных танцев для взрослых, ведет Алексей Афанасьев занятия эти. И, собственно, с 18 лет туда можно было прийти, но я пришла туда в 20. В 20 лет я тогда туда пришла, очень мне нравилось. Я, конечно, к сожалению, позанималась только полгода, потому что постоянно вот эта проблема нехватки партнера и отсутствие. Где его найти-то? Где его найти, не знаю, к сожалению. Надо было просто познакомиться с парнем и затащить его прямо туда, и идем танцевать. Так вот я пошла заниматься, когда была в отношениях с молодым человеком, мы вместе к этому пришли, что вот надо пойти позаниматься танцами. Мы пошли, там занимаются в основном с семейной парой, поэтому я считаю, что это очень сполучает, конечно, все эти отношения. Но потом вот, да, потом вот, собственно, полгода мы позанимались, расстались, и поэтому танцы тоже закончились. Почему расстались? Почему расстались? Ну, наверное, такая какая-то банальная причина, не сошлись с характерами. Не, подожди, ну как понять, не сошлись с характерами? Мы достаточно разные люди, а просто со временем это стало больше проявляться, я стала со временем еще более активная, а у него такой активности я совсем не наблюдала. И вот тут такой момент, когда чувствую, что тебя тянут на дно, а не хочется, хочется что-то вверх, что хочется много чего еще посмотреть, много чего узнать. Ну и поэтому, чтобы вот такого не было, какой-то дискомфорта, и у него, и у меня, поэтому так получилось. А сейчас, да? Сейчас я, нет, сейчас я свободна. Вот, кстати, если что, молодые люди, присмотритесь, и это вперед. На танец тебя же могут пригласить, правильно? Конечно, могут. В школу танцев, конечно, могут. Я была бы очень рада, на самом деле. Возможность найти свободное время, она тоже есть, поэтому... Ну, это просто повод, подойти к тебе на улице, да, и сказать, слушай, Даша, пойдем в больную школу, да? Я только за. Ты только за, да? У меня дома две пары туфель ждут. Ждут, да? Ждут приглашения на танцы. Дорогие парни, вы все услышали, да? Да, так, давай перейдем непосредственно к самой школе, да? Потому что я вижу, как ты загораешься, да, там, при слове «дети», там, да, то есть, твоих учеников. Я так понимаю, они, не только ты на них влияешь, да, то есть, их обучаешь чему-то, да, ну, и они на тебя тоже. Да, конечно. Расскажи, пожалуйста, как ты это вот ощущаешь? Что произошло вот кардинально в твоей жизни, благодаря тому, что ты стал обучать детей, воспитывать? На самом деле, после того, как я начала работать в школе, я заметила свои кардинальные изменения. Когда только вот приходил сентябрь, сентябрь того года, когда нужно было вот только-только выходить на работу, мне мама очень переживала, как я приду в школу, потому что я достаточно суха на эмоции, я достаточно сдержанная, и я там, у меня нет порывов нежности, всех обнять, всех вот как-то ласки такой, этого ничего нет. У меня мама сидела, Даша, как ты пойдешь в школу? Это же дети, с детьми же нужно ласково. Ну, я как-то, я говорю, да нормально. И вот когда я в школу пришла, это, наверное, какой-то, может быть, материнский инстинкт проснулся. Это, наверное, я считаю, наверное, да, потому что я вижу, как дети относятся ко мне, с каким теплом они идут ко мне, и всех так сразу хочется обнять, к себе поскорее прижать. Ну, вот какой-то такой обмен у нас есть. Очень интересно работать с детьми, я хочу сказать, потому что мало того, что их учишь, они учат тебя. А чем тебя учат? Да, они меня учат быть более уверенной в себе. Потому что ты стоишь перед классом, ты им что-то вещаешь, какую-то информацию несешь, и постоянно она подвергается сомнению. Там спрашивают тебя, точно? А вы уверены в этом? И ты же стоишь, как ты можешь быть не уверен в этом? Твои же слова это истина в первой инстанции. Ты же должен детям доказать, поэтому как здесь без уверенности? А почему они вот так задают вопрос? То есть, значит, может быть, что-то в их сознании, как они понимают эту жизнь? Значит, им интересно. Это интересно. Значит, их увлекает эта информация, и то, что ты им дал, им действительно интересно. Если ты просто им даешь, и ты не слышишь никакой отдачи, если дети молчат в ответ, значит, либо они тебя просто не слушают, либо им действительно не интересно совсем, и они не пытаются в этом разобраться и понять. Поэтому отчасти, да, когда ты слышишь в ответ большое количество вопросов, это приятно, потому что ты видишь заинтересованность в публике, с которой ты работаешь. Детей трудно обмануть. Детей очень тяжело обмануть. Ты же знаешь. Но на самом деле такие... Но у Глеча намного проще. Ну, конечно. Но на самом деле много таких всяких ситуаций, когда стоишь у доски и стараешься специально как-то их обмануть, как-нибудь ухитриться, напишешь не ту формулу для решения какой-нибудь задачки, но они смотрят, ну, ты же учитель, наверное, ты лучше знаешь. Я им стою, доказываю, что, наверное, действительно это так. Кто-нибудь найдется, кто скажет, да нет, вы не правы, вы что? Но вот как бы такие тоже моменты есть. По математике, да, именно? Ну, по математике, да. Идет разговор, да? Да, по русскому языку можно слово неправильно написать, проверить, кто из детей внимательный. Но половина-то они, видимо, действительно верят, что ты вот наш друг, ты не можешь нас обмануть. Ну да, это интересно. Слушай, а какие самые такие вот курьезные моменты, которые у тебя были в жизни, вот именно в школе с детьми? Ну, что такое запомнилось? Чтобы всем классом просто смеялись до упаду, скажем так. Всем классом смеялись до упаду. На самом деле, мне кажется, всю школьную жизнь каждый урок можно снимать на скрытую камеру телефона. Или вообще, потому что, ну, дети постоянно какие-то интересные вещи говорят. Они постоянно что-то рассказывают, все совершенно не упомнить. Но каждый день, каждый день, это обязательно какие-то положительные эмоции. Кто-то может себя как-то неливо поведет, кто-то может какое-то слово скажет неправильно. Особенно если есть в классе ученик. А в любом классе есть такой ученик, у которого слишком изразительный смех. То мне кажется, это просто что-то невозможное сдержаться. Может, да, не спорю, не очень профессионально засмеяться на уроке, когда какой-нибудь ребенок что-то сказал. Но, честно, мне очень тяжело сдержаться. Да и, видимо, у нас с детьми какие-то такие отношения достаточно дружеские. Но вот есть какая-то определенная все равно грань, когда они понимают, что ты взрослый человек, ты учитель. Но вот какие-то такие шутки имеют место быть. И действительно, это очень смешно, всегда очень смешно. Слушай, скажи, пожалуйста, что происходит с детьми, когда они вырастают, да, то есть, и, например, они уже учатся в седьмом, восьмом классе, да, они меняются. То есть ты же понимаешь, что сейчас это тут и дети, да, которые, скажем так, в начальном классе, да, вот они. А потом же они вырастут, да, то есть пойдут там в седьмой, восьмой класс, и у них начнут где-то гормоны играть. То есть, как бы, и я вот замечаю, что тут, наверное, преподаватели не слышат уже вот именно там, когда у них тут возраст. Есть такая проблема, потому что... Я к чему, вот смотри, ты сейчас рассказываешь о детях, да, и возьми вот в среду всего, ну, как сказать, каждый там с первого по третий класс, да, в какой бы год это они не учились, вот они все как бы такие, знаешь, интересные, веселые, прикольные. Вот, что же происходит с детьми? Или с детьми ничего не происходит? Может быть, что-то там... Происходит, происходит переходный возраст у ребенка, и это вполне, вполне нормальная история, когда у ребенка идет какая-то ломка характера, когда ребенок что-то смотрит со стороны, когда он меняется под воздействием общества, попадает в какие-то компании, и он, во-первых, он не слышит своих родителей, очень много кто с этим сталкивается. А что, почему не слышит, как ты считаешь? Почему не слышит? Потому что им кажется, что они знают намного лучше. Кто? Дети? Дети. А почему родители, как сказать? Ну, кажется, что родители делают что-то им назло, может, там, можно я пойду погуляю до десяти? Нет. Ты гуляешь до девяти, что подумает ребенок? Ах ты, мама, папа, такие вы плохие, не даете мне погулять с друзьями, а я так сильно хочу. Но родители-то это делают из добрых побуждений, что есть какой-то режим дня, все-таки нужно ребенку ложиться спать вовремя, а ребенок-то думает, что это просто ему запрещают гулять, значит, может, родителям не нравится его круг общения, и вообще там родители не за то, чтобы ребенок гулял, хотят только, чтобы он дома сидел учил уроки. Ну, вот ты смотри, я вот когда, у меня что же есть, двое детей, мальчик и мальчик, ну, второму мне, ну, то есть старшему, точнее, 14, а младшему 10 лет. Вот они, если что-то хотят, и я, если говорю нет, я всегда стараюсь объяснить, почему нет. Это правильно. Чтобы это было понятно, за что я, почему я говорю нет, потому что есть опасения того, что там, да, это поздное возвращение, то есть темно, ничего не видно, могут, ну, всякие бывают ситуации на улице. Все-таки еще ребенок, там, 10-14 лет, он не готов к взрослой жизни, поэтому приходится обосновывать все это, ну, свой отказ. И что должен вот научиться вот выявлять, учить, чтобы понять детей? Потому что, смотри, у тебя в течение 4-х лет настроилась какая-то определенная взаимосвязь. Да, конечно. То есть вы друг друга слышите, а когда меняется уже другой учитель, и так часто бывает, но я по себе помню, что не с каждым преподавателем ты как бы настраиваешься на определенную взаимосвязь. То есть вот вообще, что должен, ну, чем должен обладать учитель, как ты считаешь? Учитель должен общаться с детьми, и он должен понимать, понимать, что хочет ребенок, что, чему ему не хватает, почему ему некомфортно находиться в этой среде. Говорят, что быть учителем надо любить детей, любить детей не надо. Для любви у ребенка у каждого есть родители, мама и папа. Учитель должен принимать ребенка такого, какой вот он есть. И если учитель не может его принять, может, он двоечник, но в душе он хороший ребенок. Учитель должен принять его. Ну вот такой он. Если у тебя отличник, ты принимаешь его отличником. Самая главная задача учителя — принять ребенка, понять его и услышать, что хочет до тебя ребенок донести. Потому что если ты вот не примешь, ребенок сразу поймет, что-то не то, я, наверное, не любимчик его. Наверное, мне будут ставить двойки, потому что меня просто не любит этот учитель, он не воспринимает меня. Если ты не захочешь понять ребенка, будет точно такая же ситуация. Он не будет ходить к тебе на уроки, он тебя тоже не будет воспринимать. Ты вот как будешь к нему относиться, так же он будет относиться к тебе. У ребенка такая психология достаточно, мне кажется, понятная всем. Ребенок сразу чувствует, любит его или не любит. Если ребенка не любит, он не будет отвечать никакой взаимностью. Ну и надо слышать ребенка. То, что он говорит, нужно прислушиваться к каким-то его словам. И это, в принципе, не только к учителям относится. Мне кажется, это ко всем абсолютно людям. К жизни относится. Конечно. К жизни на советах. Нужно слышать, потому что дети порой какие-то такие вещи говорят. Мы, наверное, не обращаем на них внимания. А он, может быть, там подойдет, нужно с ним поговорить. Копнуть немножко поглубже. Он расскажет, и можно понять, какой корень-то проблемы. Может, он там не ходит в школу. Может быть, у него проблемы с друзьями, с одноклассниками. А не то, что ему там не нравится учитель, поэтому он не хочет ходить. Слушай, а у тебя дружные ребята? У меня достаточно дружные дети. У меня в классе 17 мальчиков и 6 девочек. Все мальчишки такие активные. Почти все у меня футболисты. Поэтому, как бы, тут, собственно говоря... Ты играешь в футбол с ними? Нет, в футбол не играю, к сожалению. Но я всегда готова прийти поболеть, если вдруг они собираются играть. А если они предложат сыграть? Ну, конечно, сыграю. Сыграешь, да? Да. Я только за совместное времяпровождение, поэтому... А куда-то выходили какие-то там походы или что-то такое? Мы с этими детьми вместе всего два месяца. Вот недавно мы задались вопросом, сколько же мы вместе два месяца посчитали. Вот каникулы сейчас начались. Перед каникулами с детьми первый раз мы выбрались в кинотеатр. Вот мне кажется, вот эти все совместные походы, поездки, они нужны для того, чтобы в первую очередь сплотить детей. Ну, и в принципе, у ребенка не должно быть восприятие школы, как пришел он урок, отсидел все уроки и ушел. У ребенка должны запомниться какие-то такие моменты, как «а мы с классом ходили вместе туда», «а мы с классом ездили туда». Ну, вот какие-то такие дружеские отношения все равно формируются именно в школьное время, именно в период такой начальной школы. Она там как раз в дружбе и зарождается. Поэтому на учителя начальной школы большая ответственность в плане формирования вот этого понятия дружбы. Да, спасибо. Даже еще дополнительно где-то что-то делаешь, правильно? Да. А чем занимаешься? Занимаюсь маникюром и педикюром в барбершопе, Джерри Барбер занимаюсь. Слушай, вот я сразу так вот, и школа, и работа, да, то есть и вторая работа. А ты вообще не думала, чтобы взять детей, обучить вот этому все делу, да? Вот. И прямо там, ну, в классе, да, то есть делать, представляешь, такой целый сеанс. Приходят мамочки. Да, да. Да, и ты это там, их учишь и красить, и деньги стричь. Если у девчонок было побольше, мне кажется, было бы интереснее, так как всего шесть. А почему можно же так обучить детей, да? Ну, то есть как-то... Вообще можно, на самом деле. Сейчас школа предоставляет очень много возможностей, когда ты можешь прийти, написать программу какого-то своего кружка, предложить ее, и если дети к тебе придут, тебе наберется минимальная группа, ты можешь вести какой хочешь кружок. Согласись, дочка бы захотела бы что-нибудь, чему-то научиться и сделать маме. А маме, то есть там тоже, опять же, это как вариант общения между мамой и детьми. Да, да, то есть как бы, в принципе, школа сейчас дает такую возможность абсолютно всем. Самое главное, чтобы у учителя было какое-то образование по этой сфере, какой-нибудь диплом о том, что он может осуществлять эту преподавательскую деятельность. Ну и, собственно, все, набираешь группу, ведешь, а там уже все приходят, пожалуйста. То есть это вполне позволено. Вы скворечники делаете? Нет, скворечники не делаем, это делают дети, начиная с пятого класса на уроках труда. Я сейчас вспомнил, помнишь, такая была передача на Шараш? Да. Давайте все сдадим скворечник. Да, да. Смотрите, какой хороший скворечник, да? Не занимаетесь таким, да, сбором? Нет, мы не занимаемся. Вот в старшей школе в средней дети начинают заниматься. Я помню сама, когда училась в школе, у нас мальчишки делали и скворечники, и табуретки делали мальчики, скалки делали сами. Ну, то есть вот эта сфера, она достаточно развита. У нас в школе много станков. То есть мальчики в этом плане достаточно приучены к такому труду мужскому. Слушай, драки были? Ну, какие-то ссоры такие. В классе? Ну, вообще в целом. В классе вообще, да. Ну, можно ли это? Были, были, да. Ну, да, так они бывают между собой. Тут мне недавно закинули такую фразочку. Пришел мальчик, мне один ученик и говорит, вы знаете, у нас сегодня стрела. Я думала, нет понятия стрелка уже, потому что я помню, еще в мое школьное время оно было. Серьезно? Ну, я говорю, ну, что за стрела-то у вас? Что случилось? Он мне говорит, так вы не знаете, что такое стрелка-то? Так я говорю, ну, что-то я знаю. Что-то случилось? Да вот, кто-то там с кем-то, конечно, повздоровел. Проблема была мелочная. Но, судя по всему, потом, когда я спросила у тех мальчиков, стрела-то не состоялась, потому что кто-то на нее не пришел. Так, конечно, нет. Таких серьезных драк их нет. Ну, они там бывают кто-нибудь, какого-нибудь там подзатыльник, да, что-то такое серьезных драк, к счастью, у меня нет. Потому что мы стараемся все-таки решать свои проблемы, наверное, на словах. Почему это все-таки еще занимаешься маникюром? Сейчас, сейчас. Ну, так получилось, что я, когда еще училась в институте, закончила курсы маникюр, начала заниматься. Это было очень интересно, мне хотелось освоить это. Ну, потому что каждая девушка ходит на маникюр, каждая делает себе, красит ногти. Мне просто было интересно как-то. Я не собиралась на этом зарабатывать деньги. Вообще, я даже не думала об этом, что это может стать какой-то такой профессией. Но вот потом, как-то, да, стали приходить клиенты один за другим, подружкам сделала, потом подружкам подружек, маминым подружкам, и все это пошло. Город маленький, все на слуху, поэтому вот это сорванное радио, и как-то вот получилось, да, какой-то свой ряд клиентов, он появился. Но сейчас, сейчас очень удобно совмещать, потому что в школе я первую половину дня работаю, во вторую половину дня, в принципе, можно взять одну-две клиентки. Спиваешь, да? Ну, в принципе, да. После школьной работы и всяких дополнительных из разряда проверить страде, подготовиться к урокам, времени хватает вполне для того, чтобы заняться иммуникюром. А на личную жизнь? На личную жизнь? Я вообще считаю, время есть на все, на то, что действительно хочется. Так что, ну, конечно, время есть. Я активно, достаточно провожу время, я вижусь с друзьями, вижусь с подругами. Как-то вижу с друзьями. Встречаюсь с знакомыми, поэтому... Подруги-то, но личная жизнь, это немножко другое, да? То есть все-таки... Ну, пока что она же отсутствует. Потому что друга, да, с которым было бы интересно. Какого должен быть вообще? Ну, ты уже не рассматриваешь, на самом деле. Мужчина просто как друга, это уже достаточно неинтересно уже. Нужна какая-то перспектива все-таки семьи. И в первую очередь, это должен быть перспективный человек. Потому что... Как понять перспективный? Чтобы, смотри, не все... Вот, смотри, это как вот чистота. Понятие чистоты у всех разное, понимаешь? Вот у меня может быть носок вот здесь стоять, вот, да, посередине, как сказать, нашего творческого пространства. И считать, что здесь очень чисто, понимаешь? А в твоем понятии это не очень чисто, не очень тем, как бы, приятно. А мне-то что? Это же мой носок, понимаешь? У всех чистота, ну, потому что своя, это логично. Это я к чему? Вот какой должен быть? Перспектива, она в чем? Если у кого-то стоит какая-то определенная грань, какой-то критерий отбора, мне нужен муж с машиной, с квартирой и с хорошей работой. Нет. То мне нужен человек, который сможет купить квартиру, сможет купить машину и сможет менять работу и расти вверх. Перспектива, она в том, чтобы... Сменять работу? Да. Ну, если он сейчас работает, то нужен же какой-то карьерный рост. Кто-то может сидеть на своей работе, зарабатывает определенное количество денег, ему нормально, ну, мне жить так хорошо. Слушай, вот смотри, купить квартиру, да, то есть это же сейчас не совсем так и просто, потому что стоимость квартир уже за, там, уже к 3 миллионам, на комфортность устремляется там, да, то есть зарплаты-то они не растут, а, скажем так, уровень жизни у нас падает и цены растут. Вот. Ведь работая работу, денег не заработаешь. Это понятно. То есть... Но, если задастся целью, а если тем более объединиться, то эта цель, она будет достигнута намного быстрее. Ты в курсе, да, что двое детей тоже материнский капитал. Ну, между прочим, неплохой двигатель. Слушай, куча способов есть, да, для того, чтобы ускорить покупку квартиры. Да, конечно, но самое главное, просто задастся целью. Все решить, что можно, да, решить? Конечно, я не спорю, сейчас это очень тяжело. Мне кажется, раньше как-то было все-таки проще, какая-то была помощь. Но, тем не менее, сейчас тоже есть какие-то льготы, на каких-то предприятиях, я знаю, дают первоначальный капитал. Слушай, а вот тебе положена квартира? Нет, к сожалению, нет. Мне кажется, это самая большая проблема. Во-первых, потому что я живу в этом городе. И что? Только приезжим, приезжим только дают у нас квартиру, и то ты, как бы, ее, получается, снимаешь. Это выделяет какое-то общежитие, ты платишь, по-моему, за коммунальные услуги только, и все. И то это достаточно сложно выбить, потому что они всегда заняты. Я живу в этом городе, я живу в квартире, у меня достаточное количество метров на меня в этой квартире, поэтому нет, я не нуждаюсь в жилье. Слушай, а если ты так вот влюбишься, и придется переехать в другой город замужем, поедешь? Или детей? Ну, просто дети у тебя сейчас? Если это будет настоящая любовь, и если я пойму, что я уверена в этом человеке, то да. Я не исключаю такой возможности. А все дети? Ну, дети у тебя прямо на середине года, ты уедешь, или ты доведешь их до конца? На самом деле, там надо будет смотреть по обстоятельствам. Если действительно будет такой момент, что нужно вот здесь и сейчас уезжать, и если я... Ну, здесь вот вопрос уверенности. Вопрос коварный, да? Буду ли я уверена? Смотри, ты на середине года, тебе приходят, говорят, все, поехали, ну, а у тебя же любовь и морковь, как говорится, что же надо ехать, правильно? Ну, нужно вообще включить, конечно, голову и здесь подумать, здравое ли это решение вообще? Страха, а жизнь, смотри, семейная жизнь, ты тут никогда не знаешь, что у тебя получится потом. Вот я, честно тебе скажу, у меня уже 15-летний опыт, да? Ну, вот. То есть я в браке живу, и я тебе так скажу, я не знал, что будет 15 лет назад. Ну, это понятное дело. А мы вообще никто, и знать никто вообще ничего не знает, что будет дальше. Я думаю, что, наверное, да, я бы уехала. Ты уехала? Ну, в последнее время я особенно задумалась над этим вопросом, потому что вроде в городе ничего не держат. Да, у меня родители здесь, да, у меня здесь друзья, но, тем не менее, друзья и в Питере, и в Москве у меня подруга. Ну, то есть, как бы, в принципе, это не проблема. Но одна, одна я бы не поехала. Я достаточно труслива в плане переезда одной, мне кажется, это так страшно, это так волнительно. Это же все нужно начинать с нуля, это нужно вот как-то вообще понять. Почему боишься? Почему? Почему тут страшно? Чего боюсь? Боюсь того, что я буду вот одна. Здесь у меня мама, папа, они меня здесь поддерживают во всех моих начинаниях. А там вот рядом никого не будет. Вот это, конечно, проблема. Ну, разве ты, почему у тебя нету головы, рук, ног, что ли? Ну, вот я тоже задаю с тем вопросом, но почему-то что-то все равно мешает. Ну, страх, почему-то очень страшно. У тебя вот, ты пойми, что начиная со школы, то есть там институт, то есть это программирование ребенка идет с самого начала. И учитель начальной класса – это одна программа, после, как заканчивается начальник класса, там уже другая программа, если учитель меняется, то третья какая-то программа, потом институт, и вот так вот пошло. Социум же очень сильно влияет на нас. И, возможно, это какие-то страхи такие, нет? Многие же, вот, чтобы ты понимала, успешные люди – это те, которые просто срываются. Конечно. И у них, не важно вообще, они все начинают с нуля. Самая главная их особенность – это склонность к риску. Они не боятся рисковать. Это называется правдой на риск. Конечно. Здесь, наверное, какой-то страх потери стабильности. Пока стабильность – это… Хотя все сейчас нестабильно. Это мыльный пузырь. Вот с чего все дело. Знаешь, это тот мыльный пузырь, который постоянно навевает нам с каналов там, да, то есть, что вот важна стабильность. А стабильность чего? Стабильность, когда вы вниз идете, да? Или вы все-таки стабильная верфь вы едете, да? Маленький рост – это хорошо, а когда мы постоянно вниз, это не есть хорошо. То есть, вот. Ну, ну, вроде, я думаю, я вот отработаю, и хорошо. И там работаю, и вот хорошо. Вроде свой такой мирок есть, мне достаточно комфортно в нем. Ну, вроде бы все хорошо. Вроде бы. Ну, вот как бы да, вроде. А что не хватает? Вообще, конечно, не хватает. Я так думаю, не хватает какой-то личной жизни. Вот. Видишь, что я не сфокусировалась пока на личной жизни. То есть, ты сфокусировалась на работе и детях, да? Да. А на личной жизни, видно, не сфокусировалась. Фишка-то в чем? Где бы ты ни был, да, то есть, вот почему? Ну, так, люди любят стабильность, да, то есть, вот сейчас у тебя стабильная ситуация. У тебя вот оно уйдет. Да, даже. Очень такая, знаешь, вот. Ты же помню, говорила про своего друга, что молодого человека, да, что вот он не хотел ничего. Да, да. Он же был стабильный. Витя, классно, знаешь, он же стабильный. Но он стабильно ничего не хотел. А я стабильно всегда хочу чего-то. Я понимаю, что ты стабильно хочешь чего-то. То есть, ну, фактически сейчас у тебя то, что ты смогла, ты достигла, да, то есть, ей какая-то идет стагнация определенная. Да. То есть, рост такого не ощущается, да? Вот. Будет вообще карьерный рост у тебя? Как ты считаешь? Сама? Ну, хочешь этого или... Ну, что там будет дальше? Там, я не знаю, там, зауч, директор. Да. Вообще, да. Министр культуры и образования. Кто, кем ты себя видишь? Я себя вижу. На самом деле, достаточно интересный вопрос, я хочу сказать, потому что я до сих пор задаюсь тем вопросом, кто... За весь вечер, да. Кем? Кем же вот, ну, все-таки надо будет с мамой. Я очень часто разговариваю на эту тему, потому что я хотела, там, заниматься ногтями. Вот я вроде занимаюсь, но понимаю, что всю жизнь я бы не стала бы этим заниматься. Ну, это не мое. Я работаю в школе. Да, это интересно, я так этим увлечена, но понимаю, что, наверное, это тоже не мое. Да, мне интересно. Не знаю, я смотрю... Ну, как ты видишь себя, смотри. Ну, как не твое? Если у тебя это хорошо получается, значит, это уже твое, что ты понимала, да? То есть, это... А может, получится все хорошо, если задастся целью. Вот в чем вопрос. Если очень сильно чего-то захотеть, то все хорошо получится. Нужно приложить лишь к этому старание. Я, может быть, там, и не очень хороший учитель. Я же не спорю. Ну, если я сейчас... Ну, конечно, забануешь детей. Слова подставляешь неверные. Если я захочу сейчас научиться, то я стану хорошим педагогом. Но потом, может, мне просто пропадет интерес. Я не захочу, мне захочется что-то новое. Ну, кем ты все-таки учишься, кем ты себя видишь? Вообще, мамой, на самом деле. Мне кажется, в этой профессии я бы себя реализовала как могла. Мне кажется, что, наверное, да. А может, ты должен делать работать? Нет. Ну, вообще, конечно, каждый должен работать обязательно. Ну, что ты говоришь. Ну, я думаю, что... Слушай, с Вербиной Барышней привыкли нынче, чтобы, знаешь, муж работал, да, то есть, как бы, ну, так вот, общаюсь много с кем приходит сюда, да, то есть, и, ну, такой был интересный разговор у нас. Вот, ну, ты зарабатываешь. Ты на что тратишь? Ну, на себя я тратю. А, слушай, а если вот, ну, у тебя муж же есть, есть, да. А муж, то... Ну, муж все, что зарабатывает, на нас тратит. Вот, подожди. Получается, что ты ничего... Ну, все, что ты зарабатываешь, ты ничего не фартуешь. Да, да. Вот, а муж все, что зарабатывает, тратит на вас всех. То есть, все-таки говорит о чем? Что, ну, у тебя немножко такой процесс содержанки, да, то есть, как бы... Да. Вот. И я к чему? Потому что девочки просто часто забывают, что мужчина сейчас не хочет содержать женщин. Ну, конечно. Они думают, что он должен, обязан. У меня просто друг, да, такая интересная у меня фраза есть. Если вы жалуетесь на вашего мужа, что он, как бы... Ну, я так... Угу. Нет, не буду говорить в детской передаче. Ну, смысл в том, что вы жалуетесь на своего мужа, да, то есть, вы, как говорится, предложите ему 20-летнюю пообщаться. Вот. Ну, я к чему? Потому что, если женщина тоже не развивается, да, находится в какой-то стагнации, вот именно в взаимоотношении, то есть, нет какого-то роста, нет какого-то увлечения, только потратит время на себя, да, то есть, мужчине когда-то становится скучно с ней, да, то есть... Ну, конечно, конечно. Ну, я думаю, что зачем я буду ее содержать, да? То есть, я могу уже... Ну, это вполне логично. Логично, да? Потому что... Что ты хотел пожелать именно вот? Я потому что думаю, муж, придя домой, не каждый раз хочется слышать про то, что нужно купить в магазине. Вы напрягаетесь, да? И что случилось, наверное, дома, у кого что там в школе. Тоже интересно на какие-то темы поговорить, может быть, там, что там вообще на улице происходит, что там в городе, как вообще дела. Это очень важно, конечно, на всех отношениях. Два вопроса. Первый вопрос – это какой ты хочешь задать мне вопрос? Это первый вопрос. Подумай хорошенько. А второй вопрос – что бы ты хотела бы задать, какой бы ты хотел бы задать вопрос зрителям? Мне хотелось бы узнать, как вот получилось создать такое интересное пространство, как бородач, как вообще канал. Что вот это, что такое случилось, что подтолкнуло к созданию такого вот интересного дела? Очень много, на самом деле, факторов, которые повлияли на решение именно первый раз нажать, включить камеру, да, то есть что-то попытаться сделать. Ну, было очень много факторов подводящих. То есть это и проект Мультипор, да, то есть, может быть, слышал, не слышал, нет? Нет, не слышал. Ну, это был такой портал Мультипор, да, то есть даже приложение мобильное. Ну, грубо говоря, пульт от города. То есть ты нажимаешь кнопку, грубо говоря, да, то есть, ну, чтобы ты понимала, там, один-два клика, ты можешь получить искомую информацию. Ну, прикольно. То есть ни один поисковик на сегодняшний момент это не дает. То есть не дает такой результативности, как это дает приложение. Вот оно было таким городским приложением. Я его сейчас пока убрал, и это связано с тем, что данный проект, да, нужно делать уже с пониманием того, что, во-первых, а, нужно понимать, как ты будешь собирать деньги от населения, да, то есть потому что для того, чтобы этот проект рос и развивался, нужно что, финансы, да, чтобы оплатить ту же зарплату, там, программистам, ну и прочее, прочее. Технологии требуют средств. Вот это была одна из основных проблем. То есть если я буду, скажем так, названивать семью и давайте подключаться тут к рекламе, это неправильно. Да, но аудитория была. То есть вот и нужно было отработать это. Это был один момент. Так как это инфоресурс, и то, что мы сначала сделали, да, но не подготовили население. Ну, чтобы ты понимал, интеллекта мало. Особенно в маленьких городах с интеллектом очень трудно. Да, как сказал этот Владимир Дом, что с маленьких городов надо валить. Ну, я не совсем поддерживаю эту позицию, потому что мне здесь пока хорошо, комфортно, но для того, чтобы получать какие-то знания, я куда-то выезжаю. Например, чаще всего в Питик. Ну, тоже учусь. Вот. А вообще, почему все-таки, как говорится, да, к чему я пришел, просто понял, что если я сейчас вот включу просто камеру, там, да, то есть начну что-то записывать, делать. Я же со временем натренируюсь, научусь что-то делать. Ну, совершенно по-другому. Я вот поэтапно, знаешь, что так вот, я бы сказал, эволюционно, я что-то делаю. Не торопясь. Делал, делал, делал. То есть сначала выключили камеру, то есть потом подумали, надо бы прямые эфиры вести. То есть стали вести прямые эфиры, а как их вести? Тут проблемы с камерой, с оборудованием, с программой обеспечиванием, там, да, то есть вот куча проблем, которые мы решили в процессе. Потом сейчас с освещением, там, тоже порешали, там, сейчас со звуком решили, да, потому что люди сейчас, которые будут смотреть, они будут видеть, что более сочная картинка, более хороший звук. Вот. Потом стала речь, ну, зашла за то, что нужно помещение, да, чтобы могли бы в тишине посидеть, там, да, то есть как бы пообщаться там, да, то есть ну, вести какие-то прямые эфиры. Вот. И вот так вот поэтапно мы что-то создавали. А была идея не просто, ну, то есть накапливали там и знания, да, и хотелось бы этим, и хочется вообще сейчас этим и знанием взять и поделиться. И, соответственно, была задумка, блин, надо такое помещение, чтобы оно было универсальным, что можно вот как раз вот тут у нас есть и доска, да, то есть и телевизор, и вот удобные диванчики, опять же, и столы классные возможно, и киевские. Нет, вообще отличные. Вот, и аппарат кофейный там, да, то есть в итоге получилось такое, знаешь, интересное место, на котором есть все. То есть может быть единственное, что здесь не хватает, ну, как говорится, в техносе да не в обиде, но хотелось бы побольше. Но в целом оно на сегодняшний момент пока меня полностью устраивает. И оно решает действительно много задач. Да, да. То есть именно прямо здесь. Все очень удобно, все под рукой. Вот. Поэтому да, поэтому как-то вот шли, делали. То есть и люди, которые первый раз смотрели, думают, да, что-то там два чудика прикалываются постоянно. Но мы любим прикалываться просто с Димасиком. Вот. Ну и вот как-то из приколов, где-то у нас есть серьезная передача, где-то есть приколов, где-то есть прямые эфиры, где-то есть какие-то вот мы записываем видеокурсы. Вот. И все это нужно оказалось. Вот. Начинали это вот с простого. Просто я всем хочу сказать, что если вы, ну, у вас есть какая-то, какой-то хобби там, да, то есть вы заразились этим, ну, как сказать, своим увлечением, да, то потихонечку вы можете его и даже монетизировать. То есть я тебе сегодня показывал, как у меня выглядит сайт, да, то есть, что он еще не до конца завершен, да, то есть я не совсем до конца понимаю, как это есть. Но люди, которые, вот я-то ездил на форумы, показывал, да, там вот есть люди, говорят, ну, вообще классная тема, то есть. Ну, я вот стесняюсь, когда мне говорят, блин, вот там типа гениально придуманная там тема, да, то есть я говорю, ну, какая гениальная? Это просто обычная, ну, тема, которая я шел от начала до конца. То есть вы смотрите на конечный продукт, но чтобы подойти к конечному продукту, ну, понадобилось время. Конечно. Поэтому каждый человек может от начала до конца пройти этот путь, как говорится, потратить десять тысяч часов, и ты станешь экспертом своего дела. Вот и весь расклад. Вполне. Возможно, я тебе ответил на вопрос так расплывчиво. Ну, тем не менее, ответ я услышала. Как бы не всегда, ну, я так говорю, всегда есть причинно-соединственная связь, да, то есть для того, чтобы вот начать что-то делать, было много причин просто. Вот они сложились в, как говорится, в один определенный пас, пошла потребность, а по потребности, соответственно, и формируются какие-то и цели, и идеи, то есть как это дело воплотить. Вот. Какой вопрос хотела бы задать радиослушателям нашим? Слушателям, наверное, один из таких самых, самых глубоких вопросов, скорее, наверное, адресован больше к родителям. Что можно задать? Сейчас, в настоящее время, какая у нас проблема, почти все родители стараются свою любовь к ребенку, как передать? Материально. Купить. Новый телефон, сводили в кино, ну, больше, конечно, да, в каком-то материальном виде, какие-то подарки. Что же такое любовь к детям? Как же вы любите своего ребенка? Что, вот в чем проявляется ваша эта именно любовь? И как часто вы проводите время со своими детьми? Когда последний раз читали сказку своему ребенку на ночь? Когда ходили с своим ребенком в музей, когда ходили, гуляли последний раз с своим ребенком? Как вот? В чем? В чем она именно любовь? Да, просто это уже тут не вопрос, а тут уже ты ответами стал закидывать. Вопрос звучит так, да, что, что для вас, именно для вас, да, дорогие родители, любовь к ребенку? Ну, как вы понимаете, как должна проявляться ваша любовь к вашему ребенку? В чем она проявляется? В целом, да. Примерно там, короче, попытался. Ну, не про меня, конечно. Что, я тебя благодарю за то, что ты пришла в наше маленькое творческое пространство, вот, ты познакомилась, что у нас здесь есть. Спасибо, очень приятно было познакомиться. Очень приятно было находиться здесь, очень приятная атмосфера, очень интересно все. Ну, если тебе понадобятся какие-нибудь курсы, обучающие. Я знаю, куда обратиться. Да, 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 то есть, ну, мы что-то проводим. И если тебе надо тоже провести, понимаешь, есть как бы школьная среда, там, да, то есть это вот парты. Не всегда родители хотят прийти в школу. Конечно. А вот сюда могли бы, да, взять и прийти. То есть, может быть, проработать какую-то даже концепцию. Здесь у нас, да, можно вот реально привезти сюда детей, да, там, родителей, то есть, чтобы они немножко пообщались, да, вот, наверное, ответ на твой вот вопрос, который ты задаешь родителям. Я думаю, что да. Вот он есть. Ну, все, на этом все. Пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Я думаю, оно вам понравилось. Я думаю, понравилось видео. До новых встреч, пока-пока. Все, можно включать. Отлично. Включение пила. До новых встреч. Продолжение следует...